И всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Спифи. Сегодня я вам расскажу про такой чит как Айрекс. Данный чит был создан для ПВП. Ну, почему же так, вы в будущем поймёте, когда я буду вам про него рассказывать. Я прошу прощения вот за эти текстуры непонятные, сам не знаю почему так происходит. Наверное какой-то текстурпак левый установлен, давно уже ставил. В общем, к следующему видео я думаю, что всё исправлю. Да, это конечно дичь лютое. У меня даже скин чёрный. Ладненько, давайте посмотрим как его устанавливать и перейдём к обзору. Для того, чтобы установить данный чит, вам необходимо скачать блок лаунчер, перейдя по ссылочке в описании. Там же, в описании вы найдёте данный чит. Заходим в блок лаунчер и нажимаем на гаечный ключ, он у меня скрыт, поэтому вы его не видите. Но у вас он будет сверху. Мы на него кликаем, выбираем мод по E-скрипт. Нажимаем плюсик. В память телефона идём в ту папку, где вы его сохранили. У меня это папочка чит. Выбираем его. Выходим. Вот и всё, наш чит успешно установился. Давайте нажмём Close Change Lock. И всё. Наш чит успешно установлен. Погнали, рассмотрим все его функции. Но начнём мы, пожалуй, с того, что мы видим прямо сейчас у себя перед глазами. На экране, другими словами. Это две кнопочки, две менюшечки. Settings и сам IREX. Соответственно, они все относятся к одному читу. Settings отвечает у нас за настройки, само название говорит за себя. Ну а IREX у нас предоставляет все нам нужные функции. Окей, откроем раздел сначала Settings и посмотрим, что же у нас тут есть. Здесь настройки всяких функций. X-Ray Settings. X-Ray работает у нас только в обычных мирах. То есть, просто выживание в одиночной. Затем. No dying, my legs don't up. Это всё у нас глайды. Ты можешь настроить всё под себя, как ты хочешь. Так, это что такое? Господи. Типа, окей, ладно. Будем считать, что я этого не видел. Так, посмотрим дальше. Hoped Settings. Mini. А, это настройки, соответственно, прыжков. Мы можем настроить. Давайте-ка мы спустимся к воде и заодно сразу это всё протестируем. Не убьюсь я тут, надеюсь, нет. Да и нет, всё нормально. Чудесно. Вот у нас вода. Соответственно, включаем Water. Закрываем, переходим в Wirex и значит, значит, значит. Ммм. Где же у нас, где же у нас, где же у нас. Хоп. Вот оно. Да, и мы спокойно ходим по воде. Всё чудесно работает. Даже очень-очень-очень-очень. Чудесно. Мы это проверили. Давайте-ка мы выберемся на берег. Выключим Water. И перейдём уже в само непосредственное меню. Отключим Hope. Погнали. Velocity. Velocity у нас работает исключительно на версиях 1.1.0 до вроде как 1.1.9. То есть на новых версиях данная функция не функционирует. Тавтология получилась. Ну ладно. Затем iMauro полностью работает на версиях соответственно от 1.2 вроде бы и выше. Ниже она не работает. Upclose iM. Всё идентично, что iMauro. Такие же версии. Far iM тоже самое. Upclose iM тоже самое. В общем, данные функции для PvP, они все работают в данном диапазоне версий. Reach. У нас работает вроде как, начиная с 1.0.1, ну как бы 1.0.0, пардон. И заканчивая 1.2. То есть выше она уже не работает. Hit.T.P. Hit.T.P. у нас работает с версией 1.0.0 и заканчивая версиями 1.1.5. Да. Выше она уже не работает. Forst.T.P. Так, 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 так. Как мы видим, на версии 1.7 она уж больно лагает. И у меня даже... Немного не могу понять, что со мной сейчас происходит. Давайте-ка я перезайду и вернусь к вам. И так, я перезашел. Чудесненько. Там алмазник бегает. И он, скорее всего, сейчас пойдет на меня. Окей, давайте-ка проверим быстро какие-нибудь функции. Сейчас, если что-нибудь вспомним. Так, 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 так. Продолжение следует... Так, я вот не помню, на этих версиях работает... Да, на этих версиях работает ТАП-ТП. Все, я нашел что-то подходящее. Что меня может сейчас спокойно спасти. Уходим на какую-нибудь, соответственно, территорию. Все. Здесь меня, по идее, не должны тронуть. Слияние, конечно, не ошибаюсь. Ничего, так серия получается. Ладно, давайте посмотрим другие функции. Что-то я как-то... Опа! Он принял своего друга, по всей видимости. И так, сейф-волк включим. Она нам понадобится сейчас. ТАП-ТАУР тоже понадобится. ТАП-ТП я не буду, наверное. Так, 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 так. Заодно проверим данные функции на практике. Элеватор включим. И, соответственно... Что же, что же, что же. Так, джемп-хит нет. Глайд сейф-волк. ТАП-ТАУР. В общем, вначале я сказал, что данный чит для ПВП. Почему же он для ПВП? Открываем его. И вы уже наверняка могли заметить, что в данном чите присутствует... Просто... Просто дугут очень-очень много функций, связанных с АИМом. Это уже нам дает понять, что создатели данного чита делали его для ПВП. Ребят, у кого версия выше, чем 1.2, 1.4 и так далее, вы можете им спокойно пользоваться. Так как на низших версиях АИМ-ка не работает. ТЕКС. Что же вам еще показать? Некоторые функции мы провели сейчас на практике. Они все работают. Икс-рей, он не работает. Вот, как вы видите. Затем спамер, кортс. Кортс работает. Хилл. Еще раз повторю, что функции на лечение, функции на зачар, это... Они не работают. Никогда не работают. Это просто блеф, чтобы вас заманить. Чтобы вы скачали, да, значит. Но, просто они не работают. Окей. Фастсвим. Мы, кстати говоря, не проверили. Еще должна быть довольно интересная функция. Сейчас проверим. Плеер детектор. Это у нас что такое? Детектор. А, я понял. Он, получается, обнаруживает ближайших игроков рядом с вами. Соответственно. Да, он действительно обнаруживает ближайших игроков с вами. Довольно интересная идея. Можно ей пользоваться. Там, крауч спид. Так, что-то она не работает, по всей видимости. Спайдер клайм. Давайте-ка проверим. Вот у нас есть стеночка. Опа. Да, чудесно работает. Напоминаю, я играю на версии 1.7.0. Так, я хотел проверить. Флеер детектор мы отключаем. И где тут? Вот слайд. Это у нас что? Ого. Ребят, смотрите. Неплохо так-то. Не правда ли? Так, отключаем ее. Фастсвим. Вау. Даже очень неплохо, скажу вам так. Боунс флай. А, я понял. Мы как бы прыгаем по воздуху. Крутая идея. Забираешься на высокую гору и можешь дальше летать. Прыгать скорее. Так, ну что же. Это, наверное, все, что я вам хотел показать. Значит, смотрите. Вот эту функцию спидхака вы лучше вообще не отключайте. Данный спидхак основывается на ускорении времени игры. И из-за этого у вас могут начаться вот такие вот фрезы. Вроде бы все. Да, давайте посмотреть последний гладь. Проверим. Он, кстати говоря, не работает. Но это нормально, так как я на версии 1.7.0 играю. В остальных версиях он должен работать. Ну что же. Так, я снова включил эту функцию. Вроде я обо всем вам рассказал. Спасибо большое за просмотр. Дорогие друзья, я прошу прощения, чтобы я не было давно на YouTube. Но были свои обстоятельства. Ссылочку на данный чит, как я уже говорил, вы найдете в описании. С вами был, как всегда, Спифи. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok